Привет, Лёшка Емельичев! Очень многие просят меня рассказать о конверте, о сером конверте, черном конверте. Многие в какой-то момент сталкиваются с ситуацией, когда везти груз легально невозможно. По многим причинам. Это и сертификация, и утилизация, это и троис, это еще какие-то подводные камни, и товар везти можно только, в общем-то, в серую. И в этой ситуации возникает проблема, как за этот товар заплатить, для того чтобы, заплатив, его везти на территорию Российской Федерации. И вот тут на помощь приходит как раз вот эта система серого или черного конверта, когда вы в России переводите безнал на компанию российскую, а она вам реально как бы поставляет этот товар с НДС, то есть ставит его на баланс. То есть вы не ведете внешнеэкономическую деятельность официально, ведет деятельность внешнеэкономическую вот ваш партнер, хотя, конечно, реально все действия, все таможенные, все транспортные услуги заказываете вы. Вот перевод Рублева безнала на прокладку, и потом выгон от этой прокладки денег за рубеж, называется, в общем-то, конвертом. Фактически это конверт серый, потому что вам поступает от этой прокладки товар, и этот товар вы покупаете у прокладки по полной стоимости, включая НДС. То есть между нами НДС, в общем-то, тоже выплачиваете, скидываете. Я сейчас расскажу, в общем-то, схему, которая всем известна, никаких секретов здесь нет. Вот, я просто расскажу, как это работает. Чтобы не было у вас сомнений, подозрений, вы, в принципе, можете нагуглить и прочитать то же самое. Я просто просуммирую те данные, которые я долгое время собирал по роду своей деятельности, сталкиваясь с теми или иными серыми, черными брокерами. Итак, схема заключается в том, что вы надумали импортировать товар из какой-нибудь страны типа Япония, и вам нужно перевезти поставщику в Японию стоимость этого товара. Соответственно, вы находите неких ребят, которые вам дают прокладку, и дальше происходит таинство. Таинство заключается в том, что прокладка хочет получить от вас перевод, ну, от ООО на ООО, грубо говоря, русскими рублями беззнальными, по неким определенным статьям. Например, за стройматериалы, за оборудование, за текстиль, за запчасти, за стоматологическое какое-то оборудование и так далее, некий платеж вместе с НДС равный 20%. При этом в назначении платежа будет указано наименование вот этого оплачиваемого товара, и НДС равный 20%. Соответственно, эта прокладка российская обязуется перевезти деньги вашему поставщику в Японию. Ну, немножечко о экономической стране финансовой. Значит, вы скидываете 20% НДС на эту компанию, то есть фактически вы закрываете 20% НДС, а услуга сейчас стоит это от 10% до 15%. То есть фактически, фактически вы получаетесь в выгоде. То есть вы экономите 20% НДС за 15%. Но есть некие ограничения по этой схеме. Вот мы читаем, например, в требованиях одной из компаний прокладки. Значит, оплата уступки займа поручения комиссии доверительного управления, уступки прав требований по агентским договорам запрещены. Более того, компания, которая является плательщиком, не берет кредиты или госконтракты для дальнейшего их освоения. Это вот ограничения по платежам. Далее происходят, в общем-то, стандартные шаги, как и при сделке между двумя российскими компаниями. Подбирается под требования, под ваши требования, подбирается фирма с соответствующими ОКВДами, как это называют. Далее обменивается СФ, но это сокращение, торг 12. От клиента получаем наполнение, и клиенту передается номер и дата. Ближе к сдаче отчетности формируется реестр и книга продаж. Вот, в принципе, как это закрывается документами, эта сделка. Значит, далее эта компания переводит два варианта. Либо по договору напрямую вашему японскому поставщику, открывается паспорт сделки и так далее, и так далее. Либо она переводит денежку некому иностранному посреднику, имея общий глобальный договор, куда-то в Европу, скидывает все эти деньги по одному договору, а европейская компания уже распространяет эти деньги по всем получателям, как в евро, так и в долларах, так и в любой другой валюте. Понятно, что вот эта компания, российская прокладка, она не живет долго. И вот тут как раз и заключается Кащеева игла, на самом деле. Потому что вот именно безопасность этой прокладки, долговечность этой прокладки и испытания, которые выпадут на эту прокладку в дальнейшем, и определяет уровень и качество сервиса по конверту. Там некий фиктивный учредитель, директор, бухгалтер. И, соответственно, вас, если прокладка вот такая вот брошенная, вас, скорее всего, притянут, ну, например, не зачтут НДС. Ну и, соответственно, максимальная безопасность достигается тогда, когда прокладка гарантированно работает, ну, как минимум, какое-то время, а в идеале один год. Дальше она какое-то время подает нулевые балансы, и через какое-то время проходит процедуру банкротства, и затем исключается из-за реестра. То есть ее больше нет в списке действующих по ЕГРУЛ. Если банкротство затягивается, то нулевки подаются до момента банкротства. То есть самый безопасный вариант, когда эта прокладка доводится до полного исключения из реестра. В этой ситуации вам не прилетит через какое-то время налоговые запросы по контракту с этой прокладкой. Вот, в принципе, и разница между схемой безопасной и схемой рисковой. Чем более рисковая схема, тем, соответственно, она дешевле стоит, потому что вот эта процедура банкротства и исключения из реестра, она достаточно дорогостоящая. Более того, в этом случае многие операторы вот этого рынка даже гарантируют, например, компенсацию НДС. В случае, если какое-то время, если через какое-то время налоговые этот НДС не признает, списание этого НДС не признает. Ну и последнее, что вот в этой схеме хотелось бы рассказать, то что, в принципе, вам надо также готовить инвойсы от вашего, допустим, японского поставщика, либо на эту российскую прокладку, либо на ту европейскую или какую-то иную, может быть, гонконгскую, американскую, делаверскую, британскую и так далее, компанию. Потому что без инвойса на эту компанию деньги вот с компанией, которая находится за речкой, списать достаточно сложно сейчас. Вот, в принципе, в двух словах о том, что такое конверт, как он работает и какие нюансы по нему у вас есть. Ну и на самом деле, забегая вперед, могу сказать, что если мы посчитаем экономию НДС, то есть мы имеем 5-процентный бонус от конверта и посчитаем расходы на серый импорт в Российскую Федерацию, то в сумме, возможно, расходы минус 5, минимум 5 процентов по НДС. Схема, в общем-то, получается живой. Ну вот, в принципе, и все. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!